Значит, сегодня мы обсудим вопрос, насколько Антон Павлович Чехов писал все три произведения, которые мы приписывали. Сразу скажу, что результат будет отрицательный, что значительная часть произведений, которые приписаны на сегодняшний день Антону Павловичу Чехову, им не написано. И это можно показать очень строго. Вообще говоря, значит, известно, что Чехов, считается, писал под 50-ми чеховским псевдонимами. Но реально он признавал при жизни всего три. Чехонте, Чехонте, Человек-бесселезенки, Чехонте, Чехонте, хорошо, Чехонте. Человек-бесселезенки и, собственно, по собственной фамилии Чехов. Значит, это он то, что признавал и то, что публиковалось под его именем при его жизни. Ну, где-то 60 считается, что он реально писал порядка под 50-ми псевдонимами. Ну, вот они какие. Балдастов, Гайка номер 6, Гайка номер 9, Грач, Кисляев, Ковров, Шампанский, Петухов, Смирнова. А как и Тарантулов, Широ Шахспиревич Гёте, Антоша Чехонте, Антоша, брат моего брата, Василий Спиридонов-Сволочев, врач без пациентов, вспыльчивый человек, Архип Индекин, Грач, Дон Антонио Чехонте, М. Ковров, Крапива, Лаэр, прозаический поэт, полковник Ачкарев, Порселев Петанов, Рувер, Рувер и Дереву. Я уже почти перечислил. СБЧ, Улисс, Че, ВС, Че Бесе, Че Хонте, Юный Старец, Некто Петухов, Наталья Захарова. А если через что-то на это? Вот это считается, что ситуация нам состоит... То есть, ты менял картины мира, как ты. Значит, сразу же могу сказать, что результат, о котором мы сегодня буду говорить, он состоит в том, что исследователи, филологи, совершенно напрасно приписали все ему эти псевдонимы. Большинство под этим псевдонимом писали какие-то другие люди. Скорее всего, в конце 19-го, начале 20-го века подобного рода стиль был популярен. То есть, маленькие такие полусмешные рассказики в газетках всевозможных. И люди, может быть, и Чехов был один из самых популярных людей, поэтому под него делали. Но вполне возможно, что всякими Пурсами Питановым, Качкаревым, прозаическими поэтами, Крапивами, Лаэртами, Е.М. Ковровыми, а также Н. Захарова и просто Смирнова, за ними скрывались совсем другие люди. И когда начали издавать издание чеховских произведений полное, в 60-м, 64-м году оно выходило, то так оказалось, что у Чехова, по каким-то признакам, которых мы не знаем, господа филологи, то есть издатели этого произведения, они запихали большое количество рассказов Чеховым, никогда не писавшимся, и приписали ему часть псевдонима, которой его псевдонимами не являлись. Это вот такая наша рабочая гипотеза, которую мы будем исследовать. Значит, я тоже уже сильно этим делом сомневался, что Чехов написал все... Ну, когда их читаешь, да, там уже помимо хороших рассказов, как мелких, есть рассказы чисто идиотские. То есть хорошие, это не Чехов написал, а идиотские, конечно, какие-то... Конечно, а как они... Поэтому очень-очень странная эволюция того человека, или то усилие, которое сделал на себе, который автор скучной истории или дуэта... Это похоже на то, как что Бог только добро говорит, а все зло говорит Диабло. Ну, ведь это так. Ну, что ты накрекаешь? Вот. Поэтому подозрения они вызывали давно. Вот меня не так давно знаменитый наш ресурс, который мы постоянно закрываем, называется Академия неверия, тоже обратил к этому рассказу. Он совершенно не доказывает, но рассказывает те же самые подозрения, которые были у меня. Он говорит, что совершенно непонятно, почему большое количество псевдонимов Чехова считает, что это псевдонимы были Чехова. То есть это вопрос не прояснен. Я вспомнил статью, которая принадлежит другим людям. Это родители известного академика-новохронолога, академика Фоменко. У него отец кандидат в технических наук, а мама Филовка, преподавала в русскую литературу, что-либо еще. Она выполняла достаточно последовательно с 1976 по 1981 год. И они там занимались исследованием того, принадлежал ли Тихий дом на Перу Шолохова. Принадлежал он или не принадлежал. И там они получили тоже некоторые результаты, которые были замечательные, хороши, повторяемости. Но у них для одного писателя, то есть для Чехова, получились некоторые результаты, противоречащие общественной картине. И они говорят, вот вы видите, что даже нашим методам надо пользоваться с известной аккуратностью, потому что у Чехова, а как раз было то самое собрание 60-го, 64-го года, кое-где другие факты приводятся. Значит, как строились и исследовались художественные произведения, написанные на русском языке этими двумя нашими выдающимися учеными. Значит, они говорили, что есть некий писательский вариант. Ну, например, у каждого человека есть же определенный родный стиль. Он какие-то слова, какие-то предлоги, что-либо еще использует постоянно. Вполне возможно, рабочая гипотеза стоит, что есть некие вот такие инварианты, такие конструкции. Вот, например, гипотеза средняя длина предложения, да, извините слово. То, что они, например, сохраняются всю его жизнь. Поэтому эти надо инварианты найти и раз, попровести численный эксперимент, взять большое количество авторов, посчитать, какие там есть инварианты вот эти самые, узнать, являются ли они инварианты, и на что можно опираться. Если мы что-то такое найдем, то дальше вот с этим самым инвариантом можно прийти и прилагать ему к исследованию других авторов. Вот. Поэтому вот они так и поступили. И они решили... А в планете прогресс есть прогресс? Не-не. Главное тут, конечно, проблемное место состоит в том, что различие стилей по-хорошему должно быть не в значениях этих инвариантов, да, а в различных наборах инвариантов. Вот. То есть, что для одного стиля, для одного писателя является инвариантом, то для другого не является. Вот тогда бы, как бы, стили были уникальны. Не просто там длина предложения у одного одна, у другого другая. А вот у этого, как бы, длина предложения является инвариантом, он сохраняет ее, и поэтому, как бы, у него стиль становится таким, какой есть. А для другого она несущественна, но зато у него вариантом является что-то другое. Ну вот это на самом деле не так, можно будет показать на большом примере. На ескольких писателях? На 27. В 27. Вариантом у них является одна совершенно вещь, и это не количество слов предложений. Количество слов предложений не является вариантом. То есть она для писателя не сохраняется. И в самом деле ты должен искать какую-то такую штуку от интуиции, чтобы писатель не мог его контролировать. Мы, как писатель, количество слов предложения примерно можем контролировать. Учитывая сознание, мы пишем, у меня будут сегодня не очень длинные предложения. У меня будут короткие предложения совсем, я буду косить под Сергея Довлатова. И кашу благополучно. Бац, бац, три-четыре слова, все предложения. И вот все из них, из таких вот вещей будет состоять. Поэтому надо посмотреть. И нам надо потребовать некоторые вещи. Чтобы были разные значения для разных авторов, обязательно показывались. И нужна такая параметка, которая сказала, что не должно ни в коем случае контролироваться автором. Значит, что они решили сделать? Какие у них гипотезы были? Первое. Это длина предложения о том, что я говорил. Второе. Это длина количества слов. Потом общая частота употребления служебных слов. Потом частота употребления существительных. Частота глаголов. Частота употребления прилагательных. Предлог В. Частица Н. Количество служебных слов в предложении. И, значит, они взяли авторов из трех веков. Значит, из восемнадцатого века. Чулков, Новиков, Анвизин, Радищев, Карамзин, Кров. Из девятнадцатого века. Гоголь, Герсон, Гончаров, Тургенев, Менников, Ильчевский, Достоевский, Салтыков, Щедрин, Лисков, Толстом, Ильев Николаевич. Двадцатый век. Горкий, Бунин, Новиков Прибой, Федин, Геонов, Фадеев, Шолохов. И вот, значит, они... Константинского нету? Константинского нету, да. Значит, и они этот вопрос начали пытаться таким образом исследовать. Выяснилось достаточно близко, что с точностью до десяток доли процента инвариантом из этих девяти списков, которые я сказал, выполняется только один. Общая числа употребления служебных слов. Все остальное инвариантами не является. Я насколько помню, что именно длина предложений использовалась группой скандинавских исследователей Шолохова. То есть два шведа и два норвежца, которые пытались на этом основании доказать, что Шолохов писал или не писал это произведение. Но на деле оно не является инвариантом, поэтому можно утверждать, что работу они потратили впустую. То есть они не проверены, является ли она писательским инвариантом. Вот только общая чистота употребления служебных слов, там, для громадного количества авторов, она важна. Как выполнялась работа? Служебные слова, это что имеется? Ну, всякие там приставки «не», «союзы», вот всякие такие вещи. Междометия? Ну… Эти вопросительные знаки восклицания? Нет. Поль бы подготовился, узнал действительно, потому что как-то неубедительно. «Не» там звучало отдельно. Да, отдельно одно «не», одно отдельно «не», да. А вот служебные слова. Может это какие-нибудь там… Междометия, восклицания. Нет, может это какие-то вот… Знаки перебинания. Знаки перебинания служебные? Ну да, да, да. А? Ну что, да, да, да. Что служебные являются? Знаки восклицания не являются служебными словами. Ну что ты? Знаки являются по знакам. И точки не являются тоже служебными словами. И запятые не являются служебными собаками. Метери они являются служебными словами. Приезжали к стене. Ну ладно, не важно. Служебные слова, да. Служебные слова. Вот. Значит, вот такова, значит, ситуация. А что такое служебные слова? Не знаю. Ну так бы и сказал, что служебные слова. Вот. Союзы, да? Да, союзы туда входят, да, конечно. Предлоги. Да. Те, которые на службу. Я, по-моему, сказал про предлоги. Служебные слова. Так точно. Их примерно 19-25% между прочим бывает. Да, Владимир Владимирович. Вот от 19 до 20%. Почему этот вопрос очень важен? Вот посмотрите. Если бы мы искали только предлог В или частицу НЕ, то это была бы элементарная программа для компьютера. А когда мы работаем с служебными словами, когда непонятно, что это такое, по большому счету. Нельзя написать программу. Им тоже было не по чему. Слово, у которого одна или две. Нет. Слово с одной-двумя буквами. Это по определению. Так, госпожа Фоменко, она умела вычленять из большого количества текстов. Как филолог. Да, как филолога. Она умела учитывать служебные слова. Для того, чтобы какой-то титанический... Почему работа шла порядка пяти лет? Какой-то титанический труд был проделан. Как они сначала работали? Они сначала выбирали тысячу слов, потом 10 страниц пропускали, потом тысячу слов. Вот этим образом произведение обрабатывалось. Вручную? Ну, я думаю, что да. Потом, значит, две тысячи слов сделали. Потом, значит, дошли до восьми, потом до шестнадцати. Потом убедились дальше, что дальше частотность уже не меняется. Поэтому они всякий раз брали по 16 тысяч слов, потом 10 страниц пропускали, и таким образом обрабатывался громадный тон, типа «Война и мира». Игорь, а предположение, что филологи просто плохо считают, и поэтому он ничего не менялся? Ну, там был соавтор, который считал хорошо, потому что он был кандидатом технических наук. А он не знал, что такое Соли Бнаслава. Да. Такая другая лида была? Ну, тем не менее, то, что они получили... Он считал другое. Да, и то, что они получили одинаковые результаты, это удивительно. А и филологи современные, как бы, совершенно, опять же, забыли вот это все, невостребованный метод, не используют его, потому что они темны. Не знаю, может, потому что темны. У статьи, например, о подлинности президента Шолохова, там вот эта критика, вот эта работа, она там приводится. Ссылка на нее есть. Вот ее можно пойти посмотреть. Именно она в процессе. Значит, после этого они решили и начали работать, значит, еще с пятью писателями, чтобы подтвердить собственную гипотезу. Значит, они подтвердили, попытались на Островском, на Алексея Константиновича Толстого, на Жуковском, на Пушкина и на Чехове. Только для Чехова у них появилось большое количество отличий. Как они возникли? Вот посмотрите, собрание сочинений, вот оно обработано таким образом. То есть опять выполнены титанические токи. Представляете, или считали, считали. А если вдруг писатель оказывается, не знаю, шизофреником с расстроением личности, сегодня пишет один, завтра другой, то тогда... А у них не бывает. Ну, из этих авторов, то есть из власти семьи, таких не нашлось. А если Чехов? Чехов может был расследоваться. И он забывал, кстати, о, поэтому он и в приседании бы давал. И не все признавал. И не все признавал. Потом он, значит, просто после этого он не изменился. Почему они говорят, что Чехову надо приходить осторожно? Потому что они говорят, что где? У него вначале была форма маленького рассказа, коротенького. Это была одна, а потом форма стала более большого произведения, то есть уже по повести, и это стало другой, и пьеса. Ну, тем не менее, посмотрите на результаты, которые они получили. То есть ничего я сам не считал, а вот эти результаты они получились. Вот последние тома издания. 25,4% служебных слов, 25,5% служебных слов, 25,4%. То есть расхождение по томам очень маленькое. Теперь мы смотрим на эту самую ситуацию, которая была раньше. Значит, первый том 22,6%, второй том 22,5%, третий том 23,4%, четвертый том 22,7%, 23,5%. Давайте в аналогическом порядке, да, появление разговаривания? Ну, типа, да. Считалось, что не в аналогическом, более-менее. Вот. То есть это ситуация, о чем свидетельствует? Это свидетельствует, что для большого корпуса всех русских писателей инвариант выполнялся с высокой степенью четочностью. Исключением было только Шолохов. И вот второе исключение Чехов. Сами авторы, то есть сухологи Фоменко, они полагали на тот момент, что это просто вот такая аномалия лично Чехова. Но я этот результат запомнил, поскольку никогда, конечно, читать я это не буду, никаких программ на компьютере я никогда для этого делаю не напишу, это просто пытаюсь воспользоваться их результатами. И помня о том, что у Чехова было большое количество псевдонимов, и за этим большим количеством псевдонимов скрывались какие-то, скрывались, возможно, разные писатели, филологами и издателями уже в 60-х годах ответил почему-то к Чехову, я сразу же обратил на это внимание. И мы видим, что здесь расхождение есть. И скорее всего, это свидетельствует о том, что в ранние рассказы, взятые под псевдонимы, было подмешано достаточно много рассказов друг о других авторах. Чехов всегда работал на этой вещи, на 25,4, как любой крупный писатель. А туда подмешались какие-то псевдонимы по непонятным причинам. Кстати, странно, почему и там есть совпадение? Тогда бы было колебание более какое-то существенное. А там 22,6, 22,7, 22,5. И с другой стороны 23,4, 23,4. Да, это объясняется очень просто, что там, во-первых, подобраны одни и те же авторы, по всей видимости, и во-вторых... А надо проверить это? А вот надо будет вот это проверить. Потому что не по томаму, а по рассказам. Надо как-то группировать рассказы по семьям. Да. И если бы мы... Другую задачу надо решить. Дальше вот эту задачку во мной будем ее исследовать, то как надо сделать? Мы мне пишем программу, не знаю, как это сделать, можно как-нибудь, служебные слова, чтобы она выбирала. Ну, скажем, носить. Она выбирает эти программы, и мы туда загоняем по повести, по рассказику, что-то еще, и пытаемся понять, что у нас есть. И плюс, мы начинаем не так, как они писали, а все по-научному, то есть доверительная вероятность, погрешность, что-то еще там. Мы должны все... Куда она возьмется, какая погрешность? Да нет, ну можно же взять по псевдонимам. Потому что, если ты такую, такую рассказы делаешь, начинаешь устраивать это дело вдоль некоторой кривой, да, вот, у тебя количество рассказов здесь, первый, второй, третий, то если у нас есть считательские варианты, то у тебя будет прямая. Если у тебя здесь, если твои численные эксперименты, то у тебя все вот эти штуки будут расставлены вокруг этой самой кривой. Ну понятно. И ты считаешь среднеквадратичное отклонение, и ты его всюду должен выписывать. Вот что это значит. Ты погрешность должен делать. Этого просто в работе этого не сделано. Может, результаты где-то делались, но их как таковых нет. И вот мы порассказываем. Нет, подожди, если они берут толп, и просто считают во всем томе, да, средний процент вот этих вот служебных слов, у них получается одно число, которое здесь приведено. Да. Поэтому какая среднеквадратичная отклонение? В томах, в томах. А надо бы сделать, по уму, как я рассказываю, как надо сделать. Ты можешь сейчас взять эти цифры и по вот этим томам, да, допустим, вот построить и доверить. Да. Просто для всех остальных она будет практически одна и та же. Это будет прямая, вот они будут на одной прямой селоточены, как мы здесь это видим. А здесь получилось, что мы здесь построили, вот у тебя точки, они вот здесь напрямую ложатся, а все остальные, они ложатся вот здесь снизу, вот как бы получилось. Ну это тоже можно посчитать, но когда у тебя пять точек, это как бы неинтересно, ты здесь. Они у тебя здесь вот как-то образом лежат. Вот это вот очень вопрос, он такой интересный, надо с ним здесь попытаться поработать. А вот, кстати, есть мнение, что в ранних рассказах писатели, которые плагиатом занимаются, воровали у него служебные слова, поэтому их не хватает. Это может быть, может быть, может быть. Вполне возможно, что они воровали у него служебные слова и складывали их для того, чтобы подарить кому-то... Шолохову. Да, Шолохову. Я покажу, что это именно был Шолохов, потому что в Тихом Доне у него служебных слов было очень мало, а потом стало гораздо больше. Это явно были служебные слова, а у Гарри и Чехова. Еще есть понятие оттачивания стиля, когда человек пишет рассказ какой-нибудь, а потом сокращает все, что одинаковое. Понятно, только все остальные 26 писателей, они как бы... А потом, когда стиль устаканился, вот у него как бы вышло на улице. Да, ну вот тогда у Чехов уникальный такой парень. Чехов и Шолохов два уникальных парня, у которых было все иначе. Нет, может быть он просто... У Кени всегда же они прямолинейные. Есть прямолинейные. Пушкин прямолинейно, они нет. Да, Пушкин прямолинейный. Нет, тут есть несколько еще объяснений. Может быть он как бы отслетал в будущее, узнал, что будет такой метод, его будут анализировать, вернулся и сразу решил подложить как бы мину такую. Нет, он не летал в будущем, просто получил телеграмму от господ Фоменко. Я просто вот удивляюсь. Просто дело в том, что служебные слова очень тяжело контролируются. Я думал, а с чего вдруг как бы академик вот этот Фоменко, да, математик, выдающийся, как бы признанный, вот, занялся вот всей этой лабудой, с историей там и так далее. Я понимаю, он мстит за родителей. За непризнанных родителей. Ну нельзя же сказать, что они особо непризнанные как-то. Ну вот, да, он мстит, он мстит всему миру, и вот этой вещью занимаемся. Да нет, это вполне как бы объективный метод, на самом деле. У вас надо додумать все основания, попытаться какие-то другие книжки, допустим, других авторов, совершенно рядовых, они какие-нибудь... У них является ли частотность постоянной или нет? Просто, да. На многих примерах... Нет, там частотность является постоянно, там реально они очень много делали, там по горке вот такое количество воздей не обработано. Смотреть, что... Насколько там расхардировано? Ну, допустим, есть горькие. Взять обычных каких-нибудь рядовых писателей, которые там технические книги пишут и прочее. У них проверить. То есть, насколько этот метод, в принципе, работает? Конечно, если брать... Может быть, у писателей все как-то выглаживается, у них какой-то стиль образуется, и, в принципе, там со временем они частотность... Ну, видишь... Так, может быть, есть понятие становления писателя. Да нет, это понятно. Но сейчас, представь, мы возьмем современную диссертацию чувака, какую-нибудь посредственную. Не одну диссертацию, достаточно было бы... Я обнаружил. Я обнаружил, да. Я обнаружил. Это все понятно. Я имею в виду, а если взять достаточно... Ну, тот человек, который... Достаточно, конечно, и так. Так ведь, и, видимо, определяет заимствование. Ленина. Не знаю. Анализы сейчас же там опровергают. Там компьютерная программа просто два текста сравнивают, и все. Да? Да. Они там находят везде вещи, например, за защиту по медицине, где она полностью соответствует одному и тому же, только в Ворде выполнена замена слова кровь на лимфу, а все остальные таблички, все остальное сохранено. И такие вот первые диссертации, они защищаются. Я сам видел, у меня у мамы, не помню фамилию человека, одно время у них институт, все же новая система, университет, потом института, на нем, грубо говоря, факультеты. То есть, поскольку сделали вот этим институтом в Арктическом университете заведовал человек, бывший пожарник, генерал МЧС. И он его попал под... Варен Пауны? Нет, может ведь как бы не могут клоняться? Я понимаю, там реминесценции, прошлые, тяжелые. Ну ты же рассказывал про свои тяжелые. Это относилось к делу, а это дело не относилось. Нет, значит, дело к тому относилось, потому что был, как диссертации сделаются. Вот у него диссернет обработал его диссертацию, выяснилось, что она у кого-то там заимствована почти полностью. Вот и все. Просто, что хочу сказать. Ну, Игорь, было приятно, да, он там не заимствовал. Да, я не заимствовал, да. Вот, значит, вот такова... Но это невозможно доказать, что ты не заимствовал. Потому что не с кем сравнить. Нет, чистоты сразу. Не, на самом деле, я заимствовал. Если заимствовал, то есть... Ты не поверишь, что в одной из моих публикаций, в этом журнале... Какая? Ерлаш? О физике твердого тела. Все формулы, практически, заимствованы из твоей дипломной работы. Ну уж, конечно. И все результаты, абсолютно. Это явный плагиат, потому что твоя дипломная работа была защищена несколько месяцев раньше, чем вышла моя статья о физике твердого тела. Блин, и вот надо было прожить... Поэтому ты можешь на меня подавать эту вещь, как на плагиатора. Да нет, это просто как бы он всю жизнь думал, что ты умнее, понимаешь, и мутился. Вот, а теперь выяснилось так. Да, Влад? Ничего я не знал. Я бы не знал. Так, значит, давайте возвращаемся. Ну, здесь очень интересно взглянуть, вот после того, как мы задумались о Чехове, и видели, что, в общем-то, как еще только принадлежит Чехову, вопрос совершенно непонятный. Дискуссионный, но и видел, что методы простого работа с служебными словами, то они, значит, оказываются совершенно образом... Кстати, знаешь, что еще здесь надо делать? Надо еще хронологию смотреть. Может быть, последние три томы написаны, не знаю, за один год, да? А, да-да, это важное замечание. Еще отчет у Чехова очень интересное. Значит, Чехов, как ни странно, прожил всего 44 года, является один из самых половитых писателей, если официально. Он писал 14 печатных листов в этот... В день? В день, год. В год. Лев Толстой, который был известным, строчилой, писал 13 печатных листов, тоже очень много. Золя, у которого была большая фабрика, писал 21 лист. Ничего про Золя сказал, это искусство издавать золовония. Да, вот, но это фабрика, судя по всему, была, просто под одним именем была, ну, как сейчас существует там. То есть, 14 печатных листов в год? Да. Ты же мало совсем. Печатных листов? Печатных листов сколько из страны? 50 где-то, ну, как-то много, в общем, да. А, печатный лист? Да, это много. Я не знаю, сколько, кстати, тоже было подготовлено, значит, сколько печатных листов. Ну, много, даже не 50, но больше. После чего 50? А как же быть с тем выражением, что не без строчки? Ну, ты посчитай, 365 строчек, сколько у тебя страницы получится? Ну, несколько печатных листов. Значит, Шолохов всю свою жизнь писал один печатный лист приблизительно в год, всю свою жизнь. И за исключением у него был какой-то, 20-й год, когда он Тихий Дон написал, он за год записал 50 печатных листов. Я за год долго готовился, он держит инвестиции. А потом он, значит, не писал. Просто интересно провести, насколько Шолохов, значит, он соответствует тому, что было. Значит, в ранних рассказах у него процент служебных слов был 22-46. После этого он написал Тихий Дон, первая и вторые части, и потом начало третьей. 19-55, надо писать, нет? Где так, на слух. Дальше, Тихий Дон, третья и четвертая части, потому что не вошло первой. 22-69. Поднятая целина, 23-07. Поздний рассказ, 24-37. Очерки и всевозможные фенитоны, 23-35. Это же противоречие твоей гипотезе. Получается, что, ну, допустим, он не писал Тихий Дон. Получается, что он... Вообще, остальное-то он писал, но он меняется. Там 10 человек, что ли? Да, я хочу сказать, что фабрика работала, да. Фабрика работала, он действительно... Ну, вы ищете, а у тебя не получается, что ты, ну, это, у тебя гипотеза никогда невозможно опровергнуть, она не является научной. Почему? Она является научной. Потому что у тебя каждый раз, когда возникает фальсификация, есть отход гипотезы. У тебя 27 писателей. Как сфальсифицировать твою гипотезу? Если у тебя каждый раз, когда возникает фальсификация, есть отход гипотезы, что работал много людей. Ну, а как? А надо было убедиться, понимаешь? А как? Не научная теория, значит? Почему не научная-то? Ну вот, ты видишь же вот этот показатель? Вот этот показатель видишь? Ну, я вижу. И он для остальных примерно такой. Он там в районе полупроцента расходимости. Для всех остальных писателей. А по шелуху используя напиши. Да, я по шелуху. Да не надо ничего писать, там какие-то цифры и логи. Вот пиши. Нумерология. 22-46 что-то было. А есть такая вещь, как это, расположенность служебной частиц в языке. Она вообще изучалась? Нет. Ну, так может быть есть определенная частотность? Как хочешь ты этого, не хочешь. Чехов ты, Достоевский или еще какой-нибудь там, Носовский. Тогда бы она без всех одна и та же. В районе 20, условно говоря, 20, там, не знаю, 25 у тебя и расположится все. Потому что так устроен язык, а не потому что такая частотность. Вот, для примера, господа, я возьму вот то самого Крюкова. Давайте я напишу вот здесь отдельно, к которому... Относится к собрению, наше знание языка из методических, возможно, и не есть и частоты слов. Тихий дом. Давайте я вам здесь выпишу тоже. Вот, как Крюков тоже обрабатывался. 21-00, 21-04. Было бы интересно, как у ребенка частотность... 21-17. Слов точнее посчитать и у взрослого человека. И ты бы сказал, что это разные люди. Посмотрите, у ребенка это один, а у взрослого... 21-11. Вот, смотрите, господа, показываю. Вот, смотрите, вот и обрабатывался Крюков. Крюков обрабатывался. 21-00... Это Крюков Канал назвали? Да. Да? Да, 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 именно у него. То есть, это известный писатель. Он задолго до того, как он родился, люди уже знали, что он родился. Это писатель казахский... Казахский? Казахский. Казахский писатель. Казачий, да? Вот, уже знали, в честь него назвали канал Крюковым. Да, это именно по он был. Значит, вот смотрите, вот по нему как все меняется. 21-00, 21-04, 21-17, 21-11. А это не единицы у тебя там везде. Может быть, как бы ты специально... Игорь, для того, чтобы эту гипотезу, как бы, чтобы она соответствовала реальности, надо, чтобы было проверено нам, многих людей. Не только написать. А там, типа, Шолохов вмешивался и что-то дописывал, да? И поэтому все испортил. И ни одна из тех цифр не совпадает с этой, так что ли? Там... Почему там, почему там? Там вводим он вмешивался. Если он там писал. И шептал ему. Тебя могут проверить, ты должен пассифицировать. Ну вот, среди писанина Шолохова, если там Крюков этот присутствовал, да, там должна быть цифра эта. Ну, давай, вывод, вывод тогда. Значит, Крюков не писал. Не писал, правильно. Крюков не писал Техидо. Ага. То есть, ему приписывалось это, говорилось, что он написал. Но он не писал, потому что метод показывает, что надо писать другой источник. А 19, 19... 55. Так, а если... Это процент служебных слов в Тихом Доне настоящем, который... А если Шолохов попалась в рукопись, и он там в ней копался и дописывал, что... Так оно и было, так и было. Значит, он мог эти цифры как бы... Значит, работала специальная комиссия в свое время под Шолохов. Была это в 30-х годах. Пока она работала на каком-то союзе, то ли писатель, на какой-то конференции, Шолохов высказал, что мы не позволим, сказал Шолохов. Мы никогда не отступим, мы не сдадимся. Мы никогда не бросим в наших сумках рукописи, которые нам принадлежат. И все, что нам достанется, всегда используем для борьбы с враговым пролетариатом. Ну, примерно вот такой смысл. Может, 100-х годов статус дать. То есть, он уже на тот момент боялся, что эта комиссия, которая его обследовала творчество, сделает вывод о том, что он не является автором начала Тихого Дона. Игорь, Игорь, а мне вот всегда проблема поражала. Какая разница, вы являетесь с Шолохов автором Тихого Дона или нет? Да вот так интересно. Но никто не будет Тихого Дона читать. Тем, что удается опять решить красивую задачку по прикладной математике. Ты читал Тихий Дон? А? Кем-то смотрел. Ну, вот кто читал Тихий Дон? Я пытался читать, нечего ли. Ну, да, пытался. Ну, потому что мне 9 лет было. Я открывал книгу, могу так сказать. Ага. Я уверяю вас, никому не интересно, кто написал Тихий Дон. Уже давно никому не интересно. Ну, это, поскольку он был... А мы постоянно усолим. Вот другие темы есть какие-то интересные? Я согласен, метод твой интересен. Ну, как бы вот сама вот эта тема Шолохов не автор Тихого Дона, она уже... Значит, нет, моя сегодняшняя тема состоит в том, что в собрание сочинений Чехова включило определенного рода процента рассказов, которые Перу Чехову не принадлежало. Я теперь открою новую планету, что вот в собрание сочинений Платона уже давно установлено, что есть входят тексты, которые не принадлежат Платону. Да. Но они могут установить... А принадлежат они Шолохову? Нет, нет. В собрание сочинений Аристотеля не входят все тексты Аристотеля. А кто виноват? Шолохов? Нет, в собрании сочинений любого, наверное, более-менее выдающего... Потому что благодать! Бог дописывал! Бог! Писатели, философы и так далее... Подожди, Булат, вот это же и есть, это же есть подтверждение. Они не могли сами написать, Бог дописывал. А там, где он дописывал, процентики-то уползают. Нет, просто я к тому говорю, что нет... А Бог как раз, в отличие человека, мог контролировать процент служебных слов. Поэтому он любил Пушкина, и Пушкина получилось ум. Он любил Достоевского, и это уже ум получалось. И так далее. Нет, просто... А Чехова он не любил. Просто он там, видимо, как бы полностью писал за ним. А тебе не приводит того, что можно предположить, что именно Пушкин и Достоевский были ровны. Ну, ровно писали. У них был один и тот же стиль на протяжении всей жизни. У них не было слома и прочего. А у других людей, типа Чехова, у них может быть случилась какая-то кризис. Ну, сами Фоменко так и объясняют, что стиль Майкл рассказывает одно, а больше форма. Это наоборот говорит о том, что Чехов все-таки более сложный человек, чем какой-нибудь там... Чем какой-нибудь Пушкин. Чем какой-нибудь Пушкин, да. Ну а что, разве не так? Ну да. Он же детский, на самом деле, у него все истории рассказывает. Ну, это мое мнение, опять же. На самом деле, детский писатель человек. Да, потому что Маша и Дубровский снашались посредством Дупла. Ну, мы все знаем, да. Это явно детская тема какая-то. Да, значит, вот такая вещь. Ну вот, ну, в общем, чтобы не заканчивать. Как-то, небось, Маша и я Дубровский, что-то, так? Ну, как-то так. По-моему. Ну, это просто супер такая вот, знаешь, великая, литературная тема на все времена, как бы. Понимаешь? Это просто, ну, это вот, согласись, что это просто даже не смешно уже. Понимаешь? Это даже не детский сад, это где-то там на уровне Плинтуса. Я понимаю, что он, может быть, великий там, этот, стилист и прочее. Ну, тема у него, бесконечная детская тема. Достаточно почитать его вот это, как это называется, капитанскую дочку, чтобы это понять. Ну, это же невозможно там. Это невозможно. Ну, это невозможно что-то это. Бесконечная... Ну, ну, что, там надо... Ну, как? Ну, некоторые занимались аскезой. Парни представление. А какой благородный человек, у него представление высосанное из этого, из космоса. Понимаешь, он думает, что вот есть какое-то представление, то какое-то благородное. Вот он там этого благородного человека описывает. Ну, несуществующего такого. И это называется... Это и детский садчет застает, что нету там реальных персонажей. А есть просто выдуманные какие-то такие благообразные персонажи, которые там, это... Блещут каким-то особым благородством. Эту книжку читал, а не другую. Может быть, какой-нибудь там был. Нет, ну я давно читал. Нет, может, и не ты читал, просто. Нет, я давно читал. Надо просто доказать. Но это просто, видишь, читал ли ты ее, не читал этого. Я читал тот, который... Математик ездил в своей поле наставил. Я, наверное, читал того, у которого еще что-то из-за друга. Это правда. Ну, понятно. Нет, просто понимаешь, что читать тоже нужна благодать и помощь Бога. Да. Я на самом деле, когда спрашиваю, любимый ваш писатель, это поэт, я не знал, кого назвать, и Галлин, всегда Пушкин, думаю, проще. Ну, это да. У нас в классе в Архангельске народ тоже делился на две категории. Первая категория была, значит, любила Пушкина, вторая Лермонтова. Потом на нот стал, это, немножко дисференцировался. У кого-то Некраса привлечился. И Есенин же был. И Есенин, да. И потом Есенин появился. Это как бы все туда свалились. Вот, 90%. Ну, и вот это как-то было. Потом я уехал, и там приехал в интернат, там уже никто никого не любил. За сколько лет такого маяния по городам труи земли, если чего прийти к Есенину, мы к Есенину пришли. Ну, вот такова, значит, ситуация. Ну, значит, понятно, да. Я, в общем, я вслед за Академией Неверия попытался высказать гипотезу, что у Чехова часть его рассказов ему совершенно зря его приписали, которая была под каким-то смешным псевдонимом издана. И чтобы ее повторить, я взял, не приготовил никаких собственных данных, а взял старые данные, которые я видел у Супога Фоменко в их работе в начале 80-х годов. Игорь, а вот это отличие, скажем, 22 и 19, это что-то, считается, действительно очень сильным отличием. Да, это очень сильное отличие, да. Ну, вот я тебе привел, вот тебе Чехов, а вот тебе Круков. Видишь, какое незначительное отличие. Да, Круков тоже не менялся был по самому аналитику всю жизнь. Он просто написал, перерассказывает его. Ну, да, да. Ну, там несколько повестей. И вот только вот вводных, да, что надо проверить. Это, по-моему, гипотезу, это доказать еще надо. Она, ну, я не знаю, конечно, мы много, может, не знаем, но она, по-моему, не доказана. И то, что Чехов отличается, можно действительно считать, что Чехову предписали рассказы, которые ему не принадлежат, а можно считать, что просто вот человек такой человек, он и у него стиль менялся. Ну, можно. Что он феномен, что уникум, это понятно. Можно сказать, что когда с Пизанской башни граняешь... Что там, камень, да? Ну, падает на землю всегда. Когда граняешь его с эфикой башней, тоже падает на землю. Останкин не падает. А с Кемля... Нет. А с колокольни этого Василия Великого не падает, потому что духовность и благодать. Нет, это сравнение не играет. Здесь не унесло. Хотя это так. Нет. Вот ты сам говорил, что если судить по длине предложения, то это уже не закономерность. Да. Тебе не надо доказать, что то, что ты говоришь, является такой же закономерностью, как падание шара с Пизанской башни. Ну, куда? Ты же не можешь этого доказать. Люди выполнили громадный объем работы. Я понимаю, что люди. Я вполне... Носовский наводит на мысль, что действительно выдающиеся люди выполнили огромный. В честь работы. Да, это... С подозрением после этого момента тебе отложу. Носовского там не было, там были только одни Фоменко. Трое Фоменко, ни одного Носовского. Наоборот, да. Папа, папа, мама и сын. Вот откуда. Да, значит, Носовский, значит, безгрешен. Зря мы его упоминаем. Это все Фоменко. Ну, не знаю. По-моему, они выполнили серьезную, красивую работу. Один тут по обнаружению инварианта. Нет, ну, Игорь, если это инвариант, то это здорово. Ну, инварианты, инварианты, инварианты. Ну, будем считать, что доказано. Ну, я им вполне доверяю. Надо посмотреть, может, где-то... Есть какие-то еще предложения к этой работе, дополнительные таблички, может, не все... Просто другим, согласно ее сыну, искал другие инварианты. И получилось, что все произведения литературы за все века есть не что иное, как изложение Евангелия. Ну, как бы, тоже о чем-то говорить, что как бы... Там они тоже какие-то победили выстроили по другим, по авторам инвариантам. Можно посмотреть, что они там делали. Уже... Это чистотный сбоку хотели бы считать. Да, уже с настоящее. Это еще раз чистотный сбоку. Это уже с... Нет, подожди. Если все произведения, да, если все произведения при обнаружении вариантов указывают нам на Библию, да, это значит, что действительно все писали под благодатью. Да. Так Бог есть, а ну как? Библия написана по благодати, и все писали. Знаешь, просто есть такая еще теория, что если тебе все цвета окажутся одним цветом, то, возможно, ты больной. Еще есть такая теория тоже. Сегодня все указывает на благодать. Ну, а ну да, да. И это по благодати. Да, и это по благодати. Ну, вот такой вывод. Все, да?